Это канал Микроскоп ТВ и мы продолжаем говорить про настоящие и фальшивые деньги, а также связанные с ними интересные факты. Во второй части мы затронем особенности бумажных денег и степени их защиты, поговорим о фальшивых банкнотах и способах их производства как в мире, так и в России, а также используем микроскоп для определения фальшивой купюры на примере модели Altami SM 0745. Процесс изготовления и способы защиты денег – это государственная тайна, а постоянно развивающийся уровень защиты банкнот диктуется активностью фальшивомонетчиков и усложняется по мере развития технического прогресса как с той, так и с другой стороны. Изготовление банкнот начинается с производства специальной бумаги, обладающей высокими техническими и потребительскими свойствами. Технология ее производства принципиально отличается от обычной бумаги, так как в ее составе используется хлопок и лен, а также применяются особые способы ее обработки и используемое оборудование. В отраженных ультрафиолетовых лучах банкнотная бумага не люминисцирует, что в значительной степени и отличает ее от обычной бумаги. Другими органолептическими элементами защиты банкнот являются 1. Водяные знаки, которые представляют собой видимое при рассмотрении на просвет изображение, созданное внутренней структурой бумаги. 2. Цветные волокна. Их добавляют на стадии изготовления бумаги и они способны люминисцировать в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. 3. Синтетические либо металлизированные ленты, которые могут быть сплошными или частично проникающими в бумажное полотно. 4. Голографические изображения. Такие изображения представляют пространственный характер глубокой печати скрытых изображений, которые распознаются при изучении банкноты под соответствующим углом отражения света. 5. Совмещающиеся изображения. Это печать лицевой и обратной стороны банкноты с обеспечением точного их совмещения или дополнения. 6. Орловская печать. Такая печать относится к полиграфическим защитным элементам, выраженная в чётком и резком изменении одного цвета в другой без разрыва и смещения линий рисунка. 7. Антисканерная сетка. Это сетка тонких линий, которая создаёт муаровый эффект при копировании или сканировании банкнот. 8. Тактильная печать. Это высокая и глубокая печать, позволяющая создавать печатные элементы, воспринимаемые на ощупь. 9. Микропечать. Это печать цифр, слов или целых фраз высотой до 0,5 мм, что позволяет рассмотреть их при увеличении не менее чем в 7 раз. 10. Микроперфорация. Это создание лазером микроскопических отверстий в банкноте. Помимо специальной бумаги, особое внимание уделяется краскам, которые применяются для машиночитаемых средств защиты. В большинстве случаев это запрограммированные комбинации красок с разными физическими свойствами, распределённые по банкноте в строго определённом порядке и создающие легко узнаваемые образы в какой-либо области спектра. Такие методы защиты в настоящее время применяются в большинстве ведущих валют мира. Машиночитаемые защитные признаки образуются путём введения в краски специальных добавок, и которые вносятся в банкноты с использованием уникального полиграфического оборудования, существующего в единичных экземплярах и находящегося во всех странах под строгим государственным контролем. К машиночитаемым защитным признакам банкнот относятся. Первое. Ультрафиолетовая защита. Это защита банкнот специальными красками, отражающимися при ультрафиолетовом освещении. Обычно рисунки и окрашенные волокна. Второе. Это защита банкнот красками, содержащими магнитные пигменты, которые наносятся в отдельных областях банкноты со строго определенным порядком чередования. Третье. Инфракрасная защита. Это защита банкнот нанесением метамерных красок, имеющих различную отражающую способность в инфракрасном излучении. Из всех известных средств защиты денежных знаков, пока фальшивым манетчикам ни разу не удалось воспроизвести именно данную защиту. Банкноты на заре своего появления были обречены на нескончаемое копирование со стороны фальсификаторов. Причиной этого было отсутствие значимых элементов защиты. Подлинность первых купюр подтверждалась подписью должностного лица казначейства, а также на купюру наносились надписи об ее золотом или серебряном обеспечении и наказании за подделку денег в виде смертной казни. Но даже смертная казнь никак не могла остановить тех, кто жаждал легкой наживы. Например, в Америке в 1861 году американским правительством был выпущен специальный лист-определитель, помогающий выявить поддельные деньги, и в нем содержалось 1727 подделок. В 1862 году была создана ассоциация из 188 американских банков для борьбы с фальшивыми денежными знаками. Ассоциации были учреждены награды за разработку специальной краски, уникального состава бумаги, а также иных материалов, применяющихся при изготовлении денежных купюр, делающих невозможной их подделку. Также ассоциация обещала выплачивать награду за пойманных фальшивомонетчиков. В результате принятых мер за 10 лет было арестовано 134 преступника, которые получили в совокупности 1425 лет тюремного заключения. Однако даже такие активные меры не сократили активный поток производства фальшивых долларов. Настоящей легендой американского фальшивомонетчества стал Эммануэль Нинджер, который не изготовлял поддельные доллары, а рисовал их сам, причем рисовал их настолько идеально, что никто не мог отличить фальшивую банкноту от оригинала. Другим способом, не требующим наличия типографского оборудования, являлся способ, представлявший собой двукратное копирование. Этот способ предполагал размягчение краски действительной бумажной купюры и получение с нее оттиска на бумаге. Самое широкое распространение получил типографский способ, который в отличие от рисования и двукратного копирования, выделялся своей трудоемкостью и высокой технологичностью. Фальшивомонетчики применяли цветные копировальные машины с двухсторонней печатью, что гарантировало хорошее качество и возможность неограниченного производства билетов. Такой вид поделки мог выявить только специалист. В настоящее время подавляющее большинство поддельных купюр изготавливаются с помощью компьютера и копировальной техники. Уровень качества фальшивой банкноты теперь зависит лишь от качества используемого оборудования и применяемой бумаги. В историю фальшивомонетчества Советского Союза главную роль занимал выдающийся гений своего дела Баранов Виктор Иванович. Чтобы выпустить свою первую купюру, Баранов освоил 18 специальностей. Он изучил весь доступный опыт полиграфии, а также принципы изготовления красок и бумаги. По его словам, он в течение девяти лет ездил в Москву и посещал интересующие его библиотеки, в которых он находил нужные для его деятельности книги. Три с половиной года ушли у него на разработку своей бумаги и технологии изготовления водяных знаков. Еще два с половиной года он отдал разработке красок и клише. В итоге Баранову удалось создать свой собственный состав для травления меди, с помощью которого делалась матрица, то есть основа оттиска будущей банкноты. Причем вместо пяти часов, как на госзнаке, барановское травление шло всего две минуты. Специалисты, которые проводили научную экспертизу его денег, заявляли, что создание подобной технологии кустарным способом просто невозможно. На деле же оказалось, что весь процесс изготовления принадлежит руке всего лишь одного человека, который смог не только повторить, но и усовершенствовать оригинальный способ изготовления советских денег. В настоящее время определить подлинность купюры на ощупь или на просвет достаточно сложно, поэтому все чаще применяются специальные приборы, позволяющие исследовать денежные средства. Одним из таких приборов может быть микроскоп, поэтому сейчас мы сравним фальшивую и настоящую купюры с помощью модели Altami SM0745. Стоит отметить, что данная модель микроскопа используется Центробанком и его филиалами для определения не только подлинности купюр, но также и для других ценных бумаг, документов и подписей. Итак, первое, что бросается в глаза при сравнении двух, на первый взгляд, одинаковых купюр – это явное отличие в структуре бумаги и качестве печати. Если у настоящей купюры бумага имеет явно выраженную волокнистую структуру, а пропечатанные линии являются сплошными и однородными по цвету, то этого совсем не наблюдается у подделки, бумажные волокна которой не просматриваются, а сплошные на первый взгляд линии распадаются при большом увеличении на многочисленные разноцветные точки. Одной из основных степеней защиты является специальная металлическая лента, проходящая по всей ширине денежной купюры и хорошо просматриваемая на просвет. Задачу с этой нитью, которая присутствует на поддельной банкноте, фальшивомонетчики решили обыденно, нанеся штрихами слой блестящей краски поверх пропечатанной бумаги. На первый взгляд такая лента может сойти за настоящую, но при детальном рассмотрении через микроскоп видно, что данная лента не является составной частью бумаги. Следующей степенью защиты является микроперфорация. Если на настоящей купюре она выполнена по ровным линиям и представляет собой группу аккуратных отверстий одного диаметра, то при детальном рассмотрении фальшивой банкноты можно сразу заметить явные дефекты при их выполнении. Продвигаемся дальше и изучаем водяные знаки. Если рассмотреть их при большом увеличении, то можно увидеть сильную расплывчатость и некачественную проработку деталей изображения, что в свою очередь нельзя сказать о настоящей купюре. Качество микрошрифта и специальных узоров, которые нанесены на бумагу для изготовления денежных купюр, могут не вызывать сомнения до тех пор, пока они не будут рассмотрены без специальных оптических приборов. Даже небольшое увеличение показывает низкое качество этих элементов на фальшивой купюре. Например, прочитать микрошрифт достаточно сложно, а во многих местах просто невозможно, даже если для этого использовать оптическое увеличение. Вот так с помощью микроскопа мы в течение нескольких минут точно определили, что у нас в руках находится фальшивая купюра. Нам лишь остаётся сдать её в ближайшее отделение полиции, а вам подписаться на наш канал и поставить отметку «Мне нравится» к данному видео. Спасибо за внимание! Оставайтесь с нами и обязательно следите за нашими обновлениями! Продолжение следует... Показываетесь верię... Продолжение следует... Показывает...